Привет! Самсунг решили колотнуть рынком смартфонов в среднебюджетном сегменте. В общем, заказал я Galaxy A60. Очень интересный смартфон. И заказал его в магазине на Алиэкспресс, где на тот момент была лучшая цена. Смотрю, она еще на 4 доллара опустилась вниз. Когда я на почте получил смартфон, мне сразу показалось подозрительной, это большая картонная коробка. И прямо там на почте я решил ее вскрыть. На всякий случай. Ну мало ли. Потом я понял, в чем же дело. Еще раз вернемся на Алиэкспресс. Тут у нас стандарт N-GIFT. То есть подарки. Я и не думал, что продавец сюда напихает их столько. Вы только посмотрите. Впервые я получаю такой набор с телефоном. Тут у нас инвой с содержимым. Потом прямо в коробочке и в чехле. Непонятная хреновина. Как вы догадались, это переходник на наши розетки. И не только на наши. Липучка-подставка, держатель на заднюю спинку. Дальше вот такая непонятная хрень. Это у нас такой себе набор переходников брелок. Ну, на шарик пойдет. Можете пригодиться где-то. Ну и самое интересное из подарка в этой коробке. Прозрачный силиконовый чехол и стекло. Правда без дырки под камеру. Но все равно. Пойдет же. В общем, не знаю, долго ли продлиться у продавца этот аукцион. Не вида на щедрости. Но ссылку, где брал, я оставлю в описании. Теперь самое время распаковать сам телефон. И пока я пытаюсь это сделать, скажу кратко, чем он интересен. Во-первых, у него не Exynos, как у большинства середнячков Samsung. А натуральный, что не есть Snapdragon 675. Который очень даже производительный на сегодня камень. Во-вторых, у него есть модуль NFC. 6,64 гигабайт памяти в моем случае. Или 8,128 у старшей версии. Infinity-O дисплей на 6,3 дюйма. При этом он IPS. Ну, интересный же аппарат. Это некое отступление от стандартов А серии Samsung. Ладно, тут у нас сам смартфон. Стоп, а что в конверте? Ничего себе чехол. Теперь у меня два чехла к данному смартфону. Причем родной чехол полностью прозрачный. Слегка затемненный и текстурированный. Так, бумажки и какая-то карта что ли. Но это для Китая скорее всего. Так что неинтересно. Сам смартфон. Куча бумажек в пленке. И что у нас еще в комплекте? Зарядка китайского образца. Нужен будет переходник. Намек на быструю зарядку, но я думаю, что не очень быструю. Ну и что у нас тут осталось? Фига себе, наушники. Давно, если честно, я не получал смартфон с наушниками. Понятно, что простая гарнитурка звучит скорее всего средне, но тем не менее. Ого, ребята, здесь USB Type-C порт. А непривычный для нас 3.5 миниджек. А это значит, что скорее всего у данного смартфона нет этого разъема, блин. В общем, теперь у меня занят весь стол. Ай, до покупка. Ладно, смартфон. Достаем с пленочки и первое включение. Он типа черный, цвет называется Daybreak Black. Достаточно вычурное название, а для меня он темно-синий. Понятно, что смартфон пластиковый, глянцевый. И будет отлично собирать царапины и отпечатки. Вау, еще один сюрприз. На стекло из завода уже наклеена защитная пленка. Ну вообще отлично. Стекло, два чехла и пленка на экране. Вот так бы все делали. Теперь я на главном экране. Смартфон включен. Сразу замечаю правильный баланс белого. И яркие насыщенные цвета. Смартфон на английском, но я иду в настройки. И мы видим, что тут есть разные варианты языков и даже русский. Напомню, что смарт для китайского рынка, но из коробки есть русский. А вот украинского, казахского, белорусского жаль, но нет. Но все же им можно спокойно пользоваться из коробки. И Wi-Fi, кстати, уже вижу, что двухдиапазонный. В целом смартфон не такой уж большущий для его диагонали. Дисплей занимает целых 91,8% площади передней панели. Отверстие под фронталку не такое, как мы привыкли к каплею сверху. Фронталка слева в дисплее, в стиле флагманов Samsung этого года. И она, кстати, на 32 мегапикселя. Но будем реалистами, не в мегапикселях счастье. У Galaxy A50, который вот только был у меня на обзоре, сканер в дисплее спереди. Только работал он не очень. И я скажу, что лучше хороший работающий сканер на задней спинке, чем недоделанный спереди под дисплеем. И работает он тут очень даже шустро и безошибочно. Как говорят, то, что доктор прописал. Также есть разблокировка по лицу. Она мне здесь очень даже понравилась. Работает быстро. По поднятию из кармана или со стола экран активизируется. И смартфон быстренько вас узнает. При этом вокруг камеры мы видим прикольную анимацию. Постойте-ка, еще кое-что осталось не снятым. Как же приятно распаковывать новое. Особенно снимать эти пленочки. Кайф. И еще немножко. И вот теперь это оно. Ну согласитесь, красивый же. Лоток, кстати, у нас комбинированный. Или две сим, или одна сим и карта памяти. Ну и дальше я вставил сим-карты. Все ловит отлично. Тут нет разговорного динамика. Им выступает сам экран. Я попользуюсь, наговорюсь и в полном обзоре расскажу. Но я слушал, вроде бы слышно нормально, по первому впечатлению. И когда собеседник говорит, прямо смартфон в руке вибрирует. Но был и нюанс. Контакты Google не синхронизировались. И все мои контакты тю-тю. Я не нашел решения в сети. Потом просто зашел в Play Market, скачал Google контакты и синхронизировал. И все, контакты появились. Хотя до этого тоже стояли Google контакты. Странный момент. Успел проверить модуль NFC. Скачал Google Pay, добавил карту и... Все отлично работает. Как я уже говорил, корпус пачкается. И я уже молчу о царапинах на темном глянце. Потому у нас единственное правильное решение. Чехол. И да, кстати, он перекрывает камеры, которые немножко выступают. Потому царапаться на столе не будут. Оболочка One UI и лагов я не замечал. Все летает, все устанавливается быстро. Экран, кстати, на улице читается нормально. Так как это IPS-экран Always-On Display нет. Но что удивило, то что и индикатора событий тоже нет. Установил YouTube. Картинка шикарна. Дисплей то, что нужно. Дырка под фронталку снизу-слева, если смотреть. И обрезать под нее картинку нельзя. Но я думаю, привыкается быстро и перестаешь замечать. Наверное, это немного лучше, чем большая монобровь. А в играх можно разрешить полноэкранный режим. И, кстати, танки тянет на ура. И камера не мешает от слова совсем. Ну и по камерах сразу давайте немного пробежимся. 16 мегапикселей основной модуль. 8 мегапикселей широкоугольный модуль. И дополнительный модуль на 5 мегапикселей помогает в портретной съемке. И неплохо получаются, кстати, эти самые портреты. Я думаю, что в целом снимки ничуть не хуже, чем в Galaxy A50. И чего-то особенного в этой камере нет. Качеством не блещет, но и не лицом в грязь. Ширик делает свою работу, захватывая больше деталей. Основной модуль будет давать, конечно, немного лучше качества за счет большего разрешения. А вот видео можно снимать вплоть до 4К. А в Full HD можно выставить даже 60 кадров. Пример записи видео на смартфон Galaxy A60. 4К, 30 кадров. Тут есть возможность 4К снимать. Ну и Full HD даже вплоть до 60 кадров. Так что неплохо. Ну и вот только при съемке Full HD 30 кадров у нас появляется электронная стабилизация. Так что тут уж приходится выбирать, что в приоритете. Ну, автофокус не очень, я вам скажу. Не очень шустрый. Задумчивый автофокус при съемке видео. Фронтальная камера на целых 32 мегапикселя. Можно баловаться и сразу выставлять всякие фильтры. Наворотов куча. Но вот качество не супер, если честно. А что я заценил? Телефон предлагает показать ладонь, после чего он автоматически вас фотографирует. Прикольная фишка. Пока я игрался камерами, телефон разрядился в ноль. Так как приехал ко мне с зарядом около 15%. Я сразу решил сделать замер скорости заряда от родного облачка. И вот сейчас можете нажать на паузу и посмотреть, как он набирает заряд. Практически 2 часа до полного заряда. Это средний себе показатель. Для батареи 3500 мА. Внешний динамик оценил. Объема не особо, но для игр и ютубчика вполне подойдет. Ну и теперь самое главное. В комментах желающие могут задать вопросы по поводу смартфона. А я немного попользуюсь и выдам свои впечатления. И отвечу на интересующие вопросы. Если обзор уже есть, то смотрите в конечных заставках или подсказках сверху. А в следующем видео будет блиц сравнение, я бы даже сказал блиц битва, между Samsung Galaxy A50 и данным смартфоном A60. Ух, сравним. Так что подписка, колокольчик, если интересно. По первым впечатлениям смартфон так ничего. Приятный, красивый, шустрый, нестандартный. Особенно что касается Samsung. Это к разряду экспериментов. Мне нравится, что процессор Snapdragon. Реально очень шустрый проц и для игр тоже пойдет. Памяти много, NFC, IPS дисплей и никакого мерцания от шим. Но то, что не завезли индикатор уведомлений, ай-яй-яй. То, что нет разговорного динамика, в любом случае с динамиком было бы лучше, но меня вполне устроило. Скажем так, фишка у него такая. Нет 20 бэнда LTE, есть 3 и 7, что думаю устроит подавляющее большинство. В общем, он претендует на кусок от китайских брендов типа Xiaomi. Ведь это Samsung и любителей данного бренда очень много. А если выйдет официально на наш рынок, тогда прячьтесь все. И сейчас цена на него вполне себе доступная. И я думаю будет падать еще. Пишите в комментах, что вы думаете об этом смартфоне. А пока прощаемся на несколько дней. Всем удачи и пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok